здорово всем дорогие друзья сегодня я нахожусь на улице впервые наверное за долгое время сегодня будет необычное видео в этом виде я расскажу вам про вещь ну точнее не знаю можно ли ее назвать вещью в общем буквально несколько дней назад я стал обладателем уникального сооружения уникального механизма и это вещь очень пригодилась мне в жизни я хочу рассказать вам о ней я думаю никто еще не догадался что это но сейчас вы видите это лично своими глазами я представляю вам мой хиканомобиль хиканомобиль на первый взгляд неприметная неприметная вот не знаю как я назвать неприметный способ для передвижения в наше время это важно ведь наше время важно быть оказаться там быстро в любой точке нашей планеты и даже мне человеку на которому никогда никуда не надо это иногда может пригодиться именно для этого я взял вот этот хиканомобиль хиканомобиль он выглядит очень стильно охуенно для любителей острых ощущений есть возможность снять вот эту сидушку и уже непосредственно получать удовольствие от само само уже двойное удовольствие от вот этого охуенно транспорта вида транспорта это первый в мире единственный хиканомобиль по личному заказу собирал его естественно не я потому что у меня руки жопы растут и собран он действительно на совесть но не уверен закручили до конца это уже он такой ребят ведь главное не наебнуться на нем а чтобы убедиться что он рабочий сейчас я вот в ту сторону сам за ним и проеду так смотрите ребят достаточно хуевая новая дорога но тем не менее я на нем вчера смог проехать даже без рук кстати он очень легкий его вес всего лишь там 10 или 15 килограмм и его можно вот так даже поднять ой блять использовать его как гантелью как гантелью или ездить на одном заднем или третьем колесе ну блять тоже нужно отрабатывать навыки непосредственно все же хочу продемонстрировать ребят как я на нем езжу даже если у меня хуево это получится но все равно вы увидите итак смотрите ребят 5 долго учиться но я раньше ездил на велике и поэтому сейчас мне не стало труда вспомнить эти навыки вот здесь фонарь он правда сломан но если вставить батарейки то будет работать к сожалению нет спереди и сзади вот этих светофоров чтобы там машины не сбили но это я думаю небольшой минус ведь чисто я думаю должно от пара отражаться вот эту поню металлическую канат она называется ночью и сзади сзади вот такая вот так он выглядит сзади есть багажник для есть покрёшка есть возможность сложить его и нести в руках там даже не знаю чемодан какой-то сложить я не умею складывать но такая возможность действительно есть это указывает вот этот механизм вот эта хуйня и в общем ребят это был обзор моего хикана мобиля я не только рассказал вам о нем я продемонстрировал что он реально работает вот это адская колесница ничем не примечательно на первый взгляд и и кажущаяся как будто сделано там из говна и палок действительно ездит действительно выдерживает мой пусть и незначительный вес в районе 60 килограмм он тем не менее я на нем вчера ездил несколько часов и он не сломался он не наебнулся я не уебался на нем гибалом об асфальт так что все работает ребят я надеюсь вам тоже нравится мой новый хикана мобиль если вы хотите увидеть больше видео как я езжу на нем какие-то мы пытаюсь сделать всякие трюки без рук обязательно пишите в комментариях ну а мы уже мы не я а мы с ним увидимся с вами в следующих видео и вот небольшое дополнение ребят сейчас я не иду как видите я еду еду я как раз таки на моем новом хика на мобиле как видите я даже могу управлять ним одной рукой и сейчас заодно проверю стабилизацию камеры на google пиксели впрочем я думаю нормально стабилизирует вот я вот мой ебало пусть мне не удобно держать надеюсь не наберется он в общем все охуенно управляется там вся хуйня не развалится по дороге хотя у меня были сомнения сможет ли он вообще там даже несколько метров проехать я его взял сети на барахолке на барахолке вот там за очень смешные деньги в районе 2k рублей а новый стоит вот такой там районе 10k я считаю это удачное вот вложение удачное вложение и и теперь будет много видео намного больше чем было раньше потому что он тогда мне было лень вот собственно говоря идти куда-то что-то снимать но сейчас я могу снимать буквально на ходу там и это очень удобно я мог сейчас попробовать проехать без рук ребят но ну тогда это видео может стать уже последним в моей жизни и новых возможно даже не будет но тем не менее вот смотрите вот так сбоку охуенно все крутится все блестит как залупа на солнце и его состояние действительно охуенно тем более за такие деньги в общем это было такое небольшое дополнение в это видео я надеюсь что вы теперь точно убедили что я вас не на ебал он действительно работает это охуенно и средства для передвижения по городу по любым дорогам там по грязи по снегу по льду и это первый в мире единственный тика на мобиль больше вы такой никого не увидите так что подписывайтесь на канал ставьте палец вверх и до встречи в новых видео ребят еще небольшого такое включение я еду на вильчике в переходе ну точнее на хика на мобиле в переходе даже здесь это охуенно все работает по такой дороге по такой охуенно и дороге грустная песенка бля а на горку даже тоже возможно заезжать хотя вы посмотрите какой здесь угол это просто пиздец нужно иметь накачанные ноги нахуй но тем не менее все ездит даже под таким ебанутым углом что еще раз доказывать что тика на мобилю под силу любые препятствия абсолютно любые ребят вот еще небольшое дополнение такое еще едя в ту сторону вот сейчас я уже еду в другую абсолютно вот еще когда ехал в ту сторону увидел здесь случилась авария там дтп дорожно-транспортное происшествие неведомая хуйня короче и одна машина въебалась в другую вот как видим стоят граждане мусорцейские что там оформляет челика и вот как видим все живы к счастью но машинам полный пиздец там ну хотя и не сильно может даже можно по гарантии сдать нам если они новые но тем не менее грустный вот грустные новости происходят и именно поэтому я не хочу никогда там иметь машину вот чека на мобиле это единственное средство передвижения но которое я одобряю одобряю это и для здоровья как никак польза а машины это такое ребят никому не советую и на этой грустной ноте наверно уже окончательно заканчиваю это видео я желаю никому не попадать вот в аварии как случилось с этими челиками не знаю кто из них стал виновником а кто лишь жертвой но тем не менее факт остается фактом ребят на сегодня это уже я думаю на это можно закончить это видео и обязательно подписывайтесь на мой канал ставьте палец вверх и до скорой встречи вот решил на стадион заехать это уже на какой-то влог вышел я уже наверно заебал вас это видео уже заканчивалось три раза но тем не менее вот как я уже сказал на велике гораздо больше мест можно увидеть и благодаря этому это видео такое насыщенное вот мак кстати проезжаем который меня не взяли это очень печально это да это именно он ребят это именно он поэтому мне так особенно вот грустно боль в сердце как только я возле не